МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоторые товары, например, картофель, огурцы, помидоры, гречневая крупа и бобовые, подорожали. В период новогодних праздников профсоюзы намерены усилить контроль за ценами. Врачи отмечают рост повторных случаев заражения коронавирусом. Метработники призывают даже тех, кто переболел, носить маски. Цитата. «Ковид нас будет еще очень долго удивлять. Кто-то в первую волну болел легко, а сейчас все равно тяжело. И знаете, очень сложно лечить то, чего еще нет лекарства, да и вакцины мы, по сути, еще не имеем», – сказал заведующий отделением реанимации 1-й городской клинической больницы Минска Андрей Милник. «Елочные базары» в Бобруйске начнут работать уже в субботу. Купить главный атрибут новогодних праздников жители смогут по 31 число. С 10 утра и до 7 вечера. В ассортименте как живые ели и сосны, так и искусственные деревья. Традиционно торговля разместится на Минской, Интернациональной, Орженикидзе, 50-леток ВСМ, Батова, Ковзана и проспекте Строителей. В стране пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию нет, позвони 102». Он направлен на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года госавтоинспекции Могилевской области задержано 2386 водителей под градусом, из них 108 – за повторную пьяную поездку. Единый день безопасности дорожного движения пройдет 18 декабря.